Всем добрый день! Сегодня рассмотрим маску Хамелеон Форте МС-9100. Как всегда, начнем просто рассматривать то, что есть на упаковке, так как это новинка, почитаем, посмотрим, потом откроем, попробуем, ну и так ли это, как здесь все написано, сверим. На ней написано 2 года гарантии, в принципе, как на весь их модельный ряд, на маске, на все их. Тут написано то, что она варит во всех, со всеми типами сварки, 4 сенсора, ClearVision это чистый экран, скорость срабатывания, как у профессиональной, 1 с 30000 секундом, это за долю секунды 30-тысячную, значит, экран 100 на 60, с этой стороны, в принципе, ничего нету. Ну, для всех видах аппаратов я так и говорил уже, оптичный класс 1-1-1-2, 4 сенсора тоже, говорят, двухпозиционное наружное регулирование степени затемнения, это DIN 58913, материал маски нейлон, затремки, ну все регулировки, опять же, вот этот новый прозрачный фильтр, то, что я вам говорил. Ну что, я так думаю, в принципе, начнем ее открывать и начинает собирать, посмотрим, так ли это все на самом деле. Ну, начинаем распаковывать, посмотрим, что здесь у нас есть. Так, у нас здесь есть инструкция гарантия запасные стекла в данной маске, есть шлем-наголовник, ну, скажем так, один из последних, потому что очень много регулировок, подводок, для лучшего качества работы и удобства держания ее на голове. Сама маска. Маска, в принципе, в поролончике, такая вот маска. Маска хорошая, вот то, что говорили, куча регулировок, вот. Ну, все, что прочитали на коробке здесь есть, мы сейчас постепенно до этого дойдем. Значит, материал маски нейлон, как видите, она, в принципе, играет, гнется, нету такой прочности, нейлон хорошо устойчив к жарким брызгам, окалинам, скажем так. Первый сенсор этот регулирует чувствительность сенсоров, один, два, три, четыре по углам на вспышку. Второй режим сварки, режим шлифовки. Второй датчик регулировки идет по DIN 5,8 и 9,13, в зависимости от того, как вы привыкли варить, как вам виднее со сваркой. Здесь темно-светло, данный регулирует датчик просветления экрана с темного, светлая скорость просветления экрана с темного, максимум и минимум. В принципе, экран изнутри, изнутри есть у нас датчик батарейки, который показывает, что она все в рабочем состоянии, рабочее. Вот она находится внутри, вот она видите там, ее можно поменять. В принципе, то, что на многих масках вообще отсутствует, чтобы менять масло, батарейку придется ломать корпус, ну корпус самого фильтра. Ну, сейчас попробуем устроить, насколько прозрачная или непрозрачная данная маска показывает. Ну, давайте будем подготавливаться. Ну, тест продолжаем, стеклышки уже мы поменяли. Пленочку сняли, значит, смотрим. В режиме сварки стоит, я поставил на максимум сенсор 5-8 день посмотрим. И, в принципе, я уже тренинг тестовал, но очень прозрачно она становится. Вот сейчас, конечно, плохо видно, но сейчас мы это все дело улучшим. Вот, если вы понимаете, что вот, надо поближе к камеру, сейчас сделаем поближе к камеру. Вот, на самом деле, на самом деле, это уже как бы, уже прозрачно видно, видно, что происходит с той стороны. Пробуем протестировать маску MS-900 RT. Установили лампочку, вот ее видно. Выставили 5-8 DIN. Ну, она вообще практически будет прозрачная сейчас, но мы порегулируем сейчас темнее и светлее. Вот мы регулируем темнее и светлее. Надо помнить, что это 5-8 DIN. Вот. Переключим в режим 9-13 DIN. Секундочку. Здесь уже, как говорится, можно сделать и потемнее. Вот так работает данная маска. Продолжаем. Так, вашему вниманию подытожу. Была представлена маска. Модель Forte MS-900. Прозрачное стекло. Ну, по сравнению с другими, она более прозрачная. Куча регулировок, я вам скажу, это можно во время работы приятно работать, не снимая ее. Во-первых, на зрении тогда это все видно хорошо. Когда прозрачное стекло, удобно работать. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите свои комментарии. Всем удачного дня. До свидания.